От небольшого торгового городка Южной Тавриды до знаменитого крымского курорта Два века. Гуляя по Ялте в наше время, сложно представить, что в 1838 году здесь была только одна улица, десяток домов и чуть больше ста жителей. Из многих тысяч людей, живших на этой земле, отпечаток в истории оставили единицы. Среди них и дворянский род Мордвиновых. Сначала граф Николай Семенович, затем его правнук Александр Александрович. Проверим, знают ли ялтинцы основателей города. Мордвинов не знаю. Ну, такое знакомое лицо, а не при царе он был. Мордвинов. Писатель. Мордвинов. Фамилия очень такая даже знакомая, а не помню. Тоже принимал участие в строительстве нашего города. Некоторые почти угадали, но не совсем. Активно развиваться и расцветать. Ялта начала в конце 19-го, начале 20-го века. Мы можем сказать, что в начале 19-го века Крым был местом, куда ссылали опальных дворян и поэтов. К концу 19-го века шикарнейший, роскошнейший курорт, который называли Российская Ривьера или Русская Ривьера. К созданию нового облика приложил руку и граф Александр Мордвинов. По его поручению в 1906 году начали строить первые гостиницы, торговые и доходные дома, часть которых сохранилась. Архитектурный ансамбль этой площади создавался в 1954 году крымским архитектором Ираклием Татиевым. Он сумел гармонично вписать как новые постройки, администрацию и главпочтам, так и старые здания начала 20-го века. Знаменитый Ялтинский графский проезд. В наше время от былого графского проезда неизменным осталось только название. Доходный дом превратился в гостиницу, торговые ряды в современные магазины. Архитектурный комплекс, созданный в стиле неоренессанс по проекту Николая Краснова, пострадал во время гражданской войны и был перестроен. Тут же за углом арка, ведущая во внутренний двор графских имений. Здесь был обыкновенный хозяйственный двор, где разгружались телеги, разгружались товары. Все это разгружалось на склады, но даже внутренний дворик, посмотрите, сделан изящно, архитектурно оформлен и напоминает средневековые замки. Этот хозяйственный двор построили в 1908, но после гражданской войны частично реконструировали. Так у векового здания появились дополнительные жилые этажи. В шаговой доступности еще один памятник истории. В 2016-м его случайно нашли рабочие. Бульдозер провалился в яму, и так были обнаружены винные подвалы Мордвинова. Они находятся под нами. Прямо рядом протекает река Быстрая или Дерекойка, которая охлаждает эти подвалы, и температура в них 12-15 градусов. Винные погреба разграбили и разрушили в 1920-м, через 6 лет после переезда графа Мордвинова во Францию. А часть зданий, построенных сотню лет назад, до сих пор контрастирует с современными постройками. Татьяна Балыкина, Данил Захаров. Утро нового дня.